Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Президиум. Спасибо большое за приглашение выступить на конференции. Я поговорю про биопсисигнальные лимфатические узлы при меланоме кожи как диагностическую стадирующую процедуру. Прежде всего, необходимо понимать, что в 2017 году с выходом 8 пересмотра классификации ТНМ изменились подходы к стадированию региональных лимфатических узлов при меланоме кожи. И сейчас, если мы посмотрим на данную классификацию, то поражение лимфатических узлов помимо различных категорий N1, N2 и N3 получило подгруппы как A, B и C. И подкатегория A говорит о том, что было выражено поражение лимфатических узлов при проведении процедуры биопсии сигнального лимфатического узла. И в настоящее время при невыполнении процедуры биопсии сигнального лимфатического узла мы не можем быть уверены в полноценном стадировании заболевания. При этом прогноз пациентов и стадии в зависимости от того, был ли выявлен метастатический узел при процедуре сигнального, при процедуре биопсии сигнального лимфатического узла или при наличии клинического поражения региональных лимфатических узлов меланом и кожи, мы видим на этом слайде. И, соответственно, прогностические данные значительно отличаются друг от друга. Концепция биопсии сигнального лимфатического узла заключается в том, что опухоль имеет некие пошаговые лимфогенные метастазирования. То есть сначала лимфа отсекает так называемый первый лимфатический коллектор, именно сигнальный лимфатический узел мы считаем тот, в который первый отходит лимфа от опухоли. И все остальные – это лимфатические узлы второго порядка. И если в этом сигнальном лимфатическом узле мы находим метастаз или микрометастаз, мы таким образом можем предполагать, что с высокой долей вероятности могут быть поражены и все остальные лимфатические узлы на уровне микрометастазирования. Показания биопсии сигнального лимфатического узла были сформулированы также в 2018 году в последний раз и глобально не пересматривались с этого времени. Биопсии сигнального лимфатического узла необходимо применять при тонкой меланоме толщиной по Бреслоу 0,8-1 мм без наличия изъязвления, при тонкой меланоме с изъязвлением уже менее 0,8 мм, а также при меланоме промежуточной толщины от 1,01 мм до 4 мм по Бреслоу. При этом важно, что толщина опухоли по Бреслоу является, наверное, ключевым признаком определения показаний с проведением биопсии сигнального лимфатического узла. Это имеет очень важное значение. При диагностике меланомы кожи очень важна морфологическая верификация. То есть при выполнении биопсии опухоли необходимо выполнять либо тотальную биопсию данной опухоли, полнослойную, для возможности оценить толщину опухоли по Бреслоу, либо если образование имеет большой размер, то выполнение панч-биопсии, но на всю ее глубину. Опять же, для возможности оценки толщины опухоли по Бреслоу и возможности формирования показаний к проведению биопсии сигнального лимфатического узла. Также, согласно классификации НСЕ, последний, который вышел в этом году, в целом показания к проведению биопсии сигнального лимфатического узла схожи. Какие же этапы существуют при проведении данной процедуры? Следует понимать, что процедура биопсии сигнального лимфатического узла прежде всего проводят при отсутствии клинического поражения лимфатических узлов. Первый этап – это введение препарата, причем существуют методики как с использованием радиоколлоидов, так и с использованием красителем, либо с использованием комбинирования этих двух методов. Этап визуализации, поиск и идентификация интероперационного сигнального лимфатического узла и патоморфологическая оценка. Эти четыре основных этапа являются ключевыми в проведении процедуры биопсии сигнального лимфатического узла. У каждого этапа есть свои особенности и ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Согласно классификации и рекомендациям Европейского общества по ядерной медицине, которое было опубликовано в 2015 году и с тех времен еще не обновлялось, хотя в сентябре будет уже 9 лет, как вышли данные рекомендации, существуют различные радиопрепараты, которые используются для процедуры визуализации лимфотока и определения топографии сигнальных лимфатических узлов. Мы можем использовать самые разные агенты, различные размером частиц. Существует, например, ряд препаратов, которые имеют тропность к лимфоидной ткани, например, термоносцеп или лимфосик. Рутинно мы используем радиоколоиды с использованием технецей 79. Что использовать для визуализации и поиска сигнальных лимфатических узлов? Планарную лимфатографию или, так называемую, однофотонную эмиссионно-компьютерную томографию, совмещенную с компьютерной томографией. В расследовании 2018 года было показано, что при проведении визуализации сигнальных лимфатических узлов и определения их топографии, а ФЭТКТ имеют значительные преимущества перед планарной лимфостинкографией, как в показаниях чувствительности, специфичности, так и прогностической ценности положительного ответа. В то же время, вот так выглядят отчеты и изображения проведения ФЭТКТ сигнальных лимфатических узлов при меланоме кожи. Здесь мы можем видеть совмещение двух методов исследования, это лимфостинкография и компьютерная томография, где мы можем определить первый уровень накопления радио препарата, а второй – это соотношение с различными атомическими структурами для определения точной топографии. Что важно, использование методов введения радиоколлоидов с последующей однофотонной эмиссионной компьютерной томографией позволяет нам сохранять данные изображения и накапливать большое количество данных. Так, в исследовании, которое было опубликовано в 2009 году в одном из крупных профильных журналов по опухолям головы и шеи, было опубликовано исследование, которое как раз и продемонстрировало использование этого архива данных о ФЭТКТ лимфостинкографии для прогноза лимфоотока и вероятности оттока в те или иные группы лимфатических узлов при различных локализациях меланомы кожи на коже головы и шеи. Если перейдете по данному QR-коду, будет такое приложение, где можно указать зону предполагаемой меланомы и оценить вероятность лимфоотока в тот или иной лимфатический узел, в тот или иной лимфатический узел группы по классификации Робинса. Следующий важный момент – это патоморфологическое исследование. Очень важно, что при процедуре биопсии сигнального лимфатического узла проводится, прежде всего, плановое патоморфологическое исследование и, как правило, используется рутинная краска гемотоксилином и азином, выполняет серийно-ступенчатые срезы и монотокистемическое исследование с использованием рядом маркеров С100, МАХТ-1, МЕЛАНА и АШНБ-45. При этом, почему важно именно плановое патоморфологическое исследование с изготовлением парафинового блока, окрашиванием и серийно-ступенчатых срезов? Поскольку при меланомии кожи имеют, во-первых, прогностическое значение размер этого метастаза, то есть микрометастаз тоже имеет прогностическое значение. И второе – это срочное гистологическое исследование, которое показало, что, во-первых, чувствительность срочного гистологического исследования при процедуре биопсии сигнального лимфатического узла кожи достаточно низкой и составляет всего лишь 59%. А второе – это решение вопроса, а что же мы будем делать в том случае, если мы все-таки обнаружим даже интерпретационно прямо сейчас, во время операции, что лимфатический узел поражен. Что делать дальше? Выполнять полную лимфодисекцию той или иной зоны геонахного лимфоколлектора или что-то другое. При этом исследователями из Австралии был разработан специальный калькулятор, основанный на огромном количестве данных от проведенных биопсии сигнальных лимфатических узлов, где мы можем предположить вероятность того, будет ли наш сигнальный лимфатический узел при проведении данной процедуры положительный или отрицательный. Данный калькулятор предполагает, что мы вводим возраст пациента, мы вводим толщину опухоли по бреслу, определяем тип патоморфологической меланомы, количество методов, наличие изъязвления и лимфовоскулярной инвазии. И мы можем таким образом получить вероятность. Как это выглядит? Например, если мы введем данные пациента возраста 45 лет с толщиной по бреслу 1 мм, поверхностно распространяющейся с наличием одного методов на квадратный миллиметр, с наличием изъязвления и лимфовоскулярной инвазии, то мы получим вероятность того, что сигнальный лимфатический узел этого пациента будет позитивный 45%. С 95% длительным интервалом от 43 до 47%. А что же делать с результатами, которые мы получили патоморфологическими после проведения биопсии сигнального лимфатического узла? И здесь существует два крупных исследования на эту тему, а именно, что же делать? Продолжать динамическое наблюдение, либо выполнять полную лимфодиссекцию той или иной зоны лимфатического коллектора? Первое исследование – это исследование MSLT2, которое показало, что трехлетняя меланомоспецифическая выживаемость в группе наблюдения, то есть это та группа пациентов, у которой был позитивный лимфатический узел и которым не проводилась комплексная лимфодиссекция того или иного регионального лимфоколлектора, в принципе, была одинаковая. Да, мы наблюдаем небольшую разницу в трехлетней безрецидивной выживаемости и, безусловно, разницу в рецидиве в лимфатических узлах. Она была, безусловно, меньше в том случае, если выполнялась полноценная лимфодиссекция в зоне регионального поражения. Второе исследование – это исследование DECOG, которое показало, что это мультицентровое рентомизированное исследование третьей фазы, которое включало 473 пациента, и первичная конечная точка была трехлетняя выживаемость без задаленных метастазов с периодом наблюдения 73 месяца. И оно показало, что в группе наблюдения, то есть тем пациентам, у которых был обнаружен позитивный лимфатический узел, трехлетняя выживаемость без задаленных метастазов составила 77%, а в группе полной лимфодиссекции 74,9%. Таким образом, эти два исследования показали, что выполнение полноценной региональной лимфодиссекции при наличии позитивного лимфатического узла, полученного при биопсии сигнального лимфатического узла, не имеет никакого преимущества. Только выявляют дополнительные, скажем так, травмы, связанные с хирургическим вмешательством. И в настоящее время опциями, когда мы выявили все-таки позитивный сигнальный лимфатический узел при меланоме кожи, является назначение адювантной противоопухолевой терапии. Здесь возможны варианты таргетной терапии и иммунотерапии, о которых, я думаю, более лучшие профессионально расскажет Анна Игоревна. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok